В свои 93 Владимир Елисеевич Автоменко радуется подарком, как ребенок. Сегодня ветераны Великой Отечественной войны поздравляют с Новым годом волонтеры Победы и депутат Государственной Думы Александр Хинштейн. Встреча прошла с учетом всех санитарных и эпидемиологических требований. Владимир Елисеевич служил в Днепровском военном морском флоте. Награжден орденом Красной Звезды. На фронт ушел еще будучи подростком. Вот молодежь интересует, какие были пацаны в годы войны. Так вы, получается, пошли на фронт себе, прибавив возраст? Ну да. Но другое было время. Но пацаны были, по-другому думали. По-другому. Они хотели идти в армию, хотели на войну попасть. Всероссийская акция с Новым годом ветеран стала традиционной. В подарочный набор к новогоднему столу входит шампанское, шоколад, печенье, зефир и консервы. Главная цель – создать праздничное настроение у фронтовиков. Я считаю, что долг наш сделает так, чтобы каждый день жизни этих людей был проникнут осознанием того, что вся их жизнь прошла не зря. Что их любят, что их ценят, что их уважают, что о них помнят, вспоминают не только 9 мая. Всего в Самарской области до 31 декабря подарки получат 1115 ветеранов Великой Отечественной войны. Мэри Илчан, Николай Сидоров, События.